5 июня завершился первый в России масштабный фестиваль непрофессионального ученического творчества «Российская школьная весна». Воронежцы заняли второе место в танцевальной номинации. Как им это удалось, узнаем у наших гостей. В студии руководитель образцового коллектива «Мастерская танца First Line» Марина Сумина и солисты образцового коллектива «Мастерская танца First Line» Евгения Лоцыгина и Александр Пичкуров. Доброе утро. Здравствуйте. Мы знаем, что вообще «Российская школьная весна» впервые прошла как пилотный такой проект в 2022 году. Она проходила в Самаре. Где проходила в этот раз и почему вообще вдруг это превратилось в фестиваль? Все верно. В прошлом году был пробный вариант «Школьной весны». И, кстати, мы тоже туда прошли. Но не очень удобные даты. Это как раз ЕГЭГИА 9-11 классы. И ребята в прошлом году были 9-й классы. И нам пришлось отказаться. Поэтому в этом году, когда у нас это 8-10-й, без экзаменов, мы прям вселенаправильно отслеживали. И, соответственно, вот подали заявку в этом году. Она как фестиваль отдельно проходила в Ставрополе. Уже именно школьная, без студентов. Вы привезли уже подарок, победу. Второе место заняли. Расскажите как раз-таки об этом. С какими номерами выступали? Как готовились? Может быть, вообще за минуту до выхода на сцену полностью хореография поменялась у вас? Евгения, расскажите вообще, какие этапы прошли? Что нам было показать? Мы танцевали номер «Механизм». Нас было 5 человек. Ну, вообще, мы весь год отрабатывали номер. Выступали на многих конкурсах с ним. И вот на фестиваль тоже поехали с ним. Перед выступлением мы очень много раз прогоняли этот номер, чистили. Вы получили новость о том, что вы проходите, и вам нужно уже в самом начале этого лета ехать на классный конкурс. Ваши впечатления, эмоции? Начали сразу сумки собирать или все-таки еще больше репетиций себе ставить, чтобы все-таки быть хотя бы в тройке лидеров? Александр? Впечатления были большие очень. Мы очень удивились, что мы прошли. Почему? Ну, было много, как говорится, конкурсантов с Воронежа. Вот. И мы единственные прошли. Это очень значит много. Вот. Это отлично. А на ваш взгляд, почему? Почему вы смогли пройти? Как вам это удалось? Ну, это многие годы тренировок. Или просто, нескромно говоря, может быть, лучше всех танцуете в Воронеже. Ну, если нескромно говоря, то так и есть. А годы тренировок это сколько? Сколько вы лично занимаетесь танцем? Я занимаюсь 8 лет уже. А я только второй год. Ого. 8 лет. Ну, Женя не с улицы пришла, да, на чем? Да, со спортом. Теперь, уже в сентябре немного мы посмотрим вперед, как будут встречать в школе. Это влияет ли на какую-то общую успеваемость, что вы привозите в Воронеж такие федерального уровня награды? Или как бы на учебу это никак не влияет? При поступлении в ВУЗ куда-нибудь это тоже не поможет никак? Это никак не влияет ни на учебу, ни на поступление. Просто будут знать то, что вот ты ездил на школьную весну, вот тебя выбрали, ты молодец, и можешь поучаствовать в каком-нибудь активе. И теперь все школьные кружки будут на вас, да, просто? Да, будут. Вот ты ездил, так что давай, ставь номер. Ну, это престижно. Это престижно как для региона, так тем более для школы. Это, я считаю, что очень-очень круто. Да. Вот. Давайте еще теперь вспомним, как это было. Сколько дней длился фестиваль, каждый день вам приходилось танцевать, а может быть еще и расскажите у конкурсантов других, что-то подглядели, привезли себе уже на свои репетиции. Будете их каких-то номера ставить даже немножко? Ну, у конкурсантов мы не подглядываем никогда, мы ставим номера сами, Александр Ставиславович всегда ставят сами, все. Вот. Также это проходило пять дней, вот. Ну, мы поехали, получается, уже 1 июня вечером. Наша делегация в Воронежской выезжала 31 числа. Мы поехали перво, потому что днем у нас был спектакль, мы показывали в Театриного зрителя спектакль, нас пригласили как гостей. Вот. И за это мы поехали... Ну, это был какой-то танцевальный спектакль? Да, танцевальный спектакль. У нас идет 25-минутный. Настоящие гастроли такие получились с этим летом. Да, и вот мы выступили и поехали сразу в Ставрополь. А что делали там, в Ставрополе? В Ставрополе мы приехали, нас сразу же заселили в гостиницу, как назовем. Вот. И сразу выдали нам вот как раз мерч. Что написано у вас на футболках? Тут у нас есть Российский союз молодежи, движение первых, также Студвесна. И вот, если я повернусь назад, тут вот Ставрополь. Да, вот это вот получается эмблема школьной весны, то есть вот школьная российская весна. Фестиваль объединил 1100 участников. Большая конкуренция с разных городов России. На ваш взгляд, в чем была ваша изюминка, как таких представителей Воронежа, Воронежской области, в чем ваш танец был уникальным? Да, на школьной весне было 65 регионов со всей России. И я считаю, что у нашего аллектива, у нашего танца была изюминка такая, что он отличался некоторыми аспектами. Один из них — это музыка. У многих номеров на школьной весне была однотонная музыка, она никак не выделялась. А у нас она была не однотонная, в общем и целом была интереснее, чем у других. Это вот, если говорить про музыку. А если про танец? Если про танец, то там было несколько направлений у школьной весны в танцах. И были и народные всех народов, и современные... Эстрады. Эстрады, да. Вот. Ну, если брать из современки, то мы отличались... Лексикой, у нас своеобразная лексика. Всегда это отмечают, почерк. То есть, да, коллектив всегда видно по почерку. То есть, это очень важно, очень приятно. Иногда самое ужасное, когда коллективы меняются, и такое впечатление, что один коллектив просто под разную музыку. А вот когда на фоне таких коллективов есть что-то другое, по-другому исполняется, конечно, их всегда видно. Собственно, наверное, это наша изюминка, которую на многих конкурсах отмечают. То есть, вы прям уже узнаваемы среди всех танцевальных коллективов? Да, я бы сказала, что мы на всероссийском уровне в основном. Во всяком случае, со старшими детьми обычно мы на всероссийском уровне выступаем. Вы сказали о почерке, и часто через танец что-то хочет передать танцор, какую-то свою историю. Что вы хотели передать танцам? Может быть, Евгения скажет. Какую мысль вы хотели донести? Механизм. Разные детали, шестеренки. Также есть главные детали, без которых механизм не может существовать. Но вот как раз это мы хотели передать. Просто о механизме. Ничего глубокого такого не было. Почему? Мы каждый как раз перед выступлением прорабатывали, кто мы, кем являемся. Все равно мы не просто выходим. Я шестеренка. У нас есть характер, какая-то личность. Что без маленькой единицы не будет большого, наверное, какого-то итога, да? Умничка руководит. Я разгадал эту философию. Какие еще есть конкурсы у нас в стране, может быть, даже в регионе, на которые очень круто поехать и еще лучше привезти первое, второе, третье место, вот как с новой школьной весны? Ну, если брать регион, наверное, это танцующий город, который у нас проходит каждую весну. Собственно, в этом году мы забрали кубок губернатора. Поздравляю вас. Коллективом, да. И, соответственно, там идет денежный приз, и вот мы хотим его реализовать в поездке в Екатеринбург в следующем году. Плюс у нас наши солистки дали спецприз на поездку Dance Moscow от Таранды, главного жюри. Вот, соответственно, тоже будем готовиться. Мы туда как-то ездили еще до ковида. Очень сильный конкурс такого хореографического профессионального уровня, я бы сказала. А федерального уровня куда еще можете вот ближайшие до конца года, 23-го, стремиться, чтобы вернуться с победой? Планы мы обычно на будущий год в августе намечаем, да. То есть, ну, есть в Москве конкурс, ох, не помню, там Пробы, по-моему, называется. Вот туда планируем. В прошлом году был детский, у нас не получилось по датам, а в этом году взрослый. Но вот у нас есть, в принципе, ребята, которым уже 17 лет, можно вот туда попробовать. Екатеринбург, то, что мы говорили. Есть хороший в Нижнем Новгороде по современному танцу конкурс. На школьной весне в каком составе выступали? Я так понимаю, не только вдвоем, да? Сколько у вас человек было? Пять человек. Как вообще удается найти каждому подход, чтобы все вот в коллективе работали? Потому что у каждого свой характер, у каждого какой-то свой, может быть, взгляд на танец. Педагог-психолог. Так оно и есть, да. Особенно. Ну, сейчас с ними попроще, они уже переходный возраст пережили. А вот когда чуть помладше были, конечно, вот это вот становление личности, я все знаю, было тяжело. Ну, на том и руководители, педагоги, чтобы находить ключик к ребятам. Александр, на ваш взгляд, может быть, в завершении, скажите, вот если ты хочешь танцевать, что тебе для этого нужно? Достаточно ли просто желания? Или все-таки талант тут тоже важен? Ну, первое, это желание, конечно же, танцевать. Оно должно быть в каждом, кто хочет это сделать. Что еще должно быть в человеке, чтобы он танцевал? Это, ну, какая-то мысль в голове, которую он должен преследовать, чтобы танцевать. Какие-то наработки, может быть, свои. К примеру, при постановке номера какого-то тоже вот мы практикуем такую часть у нас в коллективе по постановке номеров. Сами ставим. Вот. Евгения, вы как думаете? Ну, я считаю, что и физическая какая-то подготовка, пластика тоже важны. Потому что если ты не будешь развит физически, то, ну как, даже если будет мысль, желание, то ты не сможешь. Все-таки нужно, чтобы начать танцевать, немножко подготовиться. Ну, ребят, сейчас лето, это как раз-таки каникулы, все начнется с нового учебного года. Мы вам желаем больших успехов, еще больше привозите к нам в регион побед с федеральных конкурсов и перетанцовывайте всю страну в прямом смысле слова. Напоминаем, у нас в гостях были руководители образцового коллектива «Мастерская танца First Line» Марина Сумина и солисты с образцового коллектива «Мастерская танца First Line» Евгения Лоцыгина и Александр Пичкуров. Дальше будет еще интереснее. Оставайтесь с нами.